Задержать боевиков из террористической группировки ИГИЛ ФСБ смогло благодаря помощи спецслужб Таджикистана и Кыргызстана. Как сообщается, экстремисты готовили серию террористических атак в Москве и Санкт-Петербурге. Операция должна была пройти по парижскому сценарию. Пока в одной части города раздались бы взрывы, в другой террористы открыли бы огонь по мирным гражданам. В результате проведенных 12 ноября оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Москве и Санкт-Петербурге задержано 10 террористов. У мигрантов изъяты 4 самодельных бомбы, начиненных поражающими элементами. Взрыватели, огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, а также средства связи. Они собирались совершить террористические акты в маршрутных такси, метро и других местах массовых скоплений людей в Москве и Санкт-Петербурге. После задержания боевики сразу начали давать признательные показания. Выдали всех своих кураторов, как в России, так и за рубежом. Сами задержанные, как выяснилось, являются гражданами Таджикистана и Кыргызстана. А что ты хотел сделать в Российской Федерации, именно в город Москве? Это терроризм-акт. Какой акт? Терроризм. Террористический акт, да? Да. С кем? Это ТАГО. ТАГО? Да. Граждане какое государство ТАГО? С Кыргызи. Кыргызи, да? Да. Санкт-Петербург? ТАГО. Это антическая. ГКНБ пока не уточняют, какая работа ведется спецслужбами по установлению контактов боевиков внутри страны. На сегодняшний день чекисты отслеживают передвижение большинства наших граждан, связанных с экстремистами. По данным Комитета национальной безопасности, за пределами государства в рядах запрещенных организаций сегодня воюют несколько сотен кыргызстанцев. И, кроме того, нужно учитывать, что последний анализ тех событий, которые происходят в соседних с нами государствах, свидетельствует о том, что активизировались ячейки. Те сетевые ячейки террористов, которые уже приступают, активизируются, это свидетельствует о том, что, видимо, они приступили к очередной фазе своей операции на территории Центральной Азии. Ну и, безусловно, конечно, Кыргызстан тоже не застрахован от их активизации, от их действий. Эксперты говорят, сегодня ГКНБ принимаются все меры, чтобы не допустить проникновения боевиков в нашу страну. На сегодняшний день кыргызские спецслужбы работают в этом направлении наиболее эффективно. По крайней мере, так их оценивают коллеги по СНГ. Игорь Потанин, Бакытко Шалиев, НТС.